Я, послушав ночное для России короткое выступление Байдена, это же было не выступление, а ответ журналистам, когда он сказал, что мы не признаем никакие ничьи красной линии, до этого послушав ПСАКи о том, что типа не забывайте, кто тут агрессор. У меня такое ощущение, что это уже Карибский кризис 2.0. Да, во вторник будет беседа между Путиным и Байденом, но с такими начальными условиями, о чем разговариваете? Владимир, то, что вы сказали, это, конечно, очень серьезно и грустно, но я рад, что вы сказали. Я рад, что вы сказали, потому что это показывает, что у ведущих российских аналитиков и комментаторов есть чувство реализма по поводу того, что происходит. Я смотрел некоторые выступления на других программах и, честно вам скажу, меня они озадачили, когда я услышал, что в общем-то ничего серьезного не надо ожидать, что Америка слабеет, что все, что они хотят в Вашингтоне, это протянуть время, чтобы как бы заниматься своими внутренними делами. Что касается Украины, что там такого, она сама собой распадется. Ну и замечательное заявление о том, что Россия при всех условиях не применит силы на Украине. Я просто хочу спросить, ребята, вы что? Ваш президент и верховный главнокомандующий говорит о том, что он хочет держать НАТО в напряжении. Он говорит, что подбирается к российским границам инфраструктура НАТО и там размещаются новые, очень серьезные системы, причем не только обороны, но и нападения. И российская реакция, такая жесткая, какая она мне, по крайней мере, представляется, она связана не с тем, что кому-то в Кремле вдруг показалось, что нужно ужесточить тон, а потому что реально стали поставлять на Украину новые виды оружия, летальные системы, которые раньше не давали. Говорят о размещении инфраструктуры НАТО уже не только на Украине, но и в Прибалтике, и в Польше. Не делая исключения даже для ядерного оружия, о возможности его перемещения из Германии в Польшу, даже говорил генеральный секретарь НАТО. Это очень серьезная ситуация. Это не означает, что это ситуация, с которой нельзя справиться. И это не означает, что все слова нужно воспринимать буквально, потому что, конечно, перед каждой встречей в верхах, когда ты имеешь дело с отношениями на уровне противника, то, естественно, стороны хотят занизить выдание и не хотят, чтобы на следующий день после переговоров им сказали, вы были наивны, вы были чрезмерно оптимистичны. Всем хочется быть более осторожными до встречи с тем, чтобы можно было сказать о результатах после. Это все так. Но, с другой стороны, ситуация весьма драматичная. Россию действительно пытаются сжать кольцом. Кольцом так называемого сдерживания. Тоже в какой-то мере применяется против Китая. В Соединенных Штатах действительно очень много трудностей. И действительно какие-то более разумные люди во внешнеполитическом истеблишменте понимают, что нужно учиться договариваться. Но, с другой стороны, у меня ощущение, что, в общем-то, руководство администрации Байдена вполне склонно попробовать новое давление на Россию. Что им кажется, что Трамп был не способен мобилизовать коллективный Запад, а что они это сумеют. И им кажется, что у них есть свои красные линии. Они говорят, что они не будут соблюдать красные линии России. Но они говорят о своих красных линиях. Россия не имеет права вмешиваться в дела Украины. Россия не имеет права размещать свои вооруженные силы на своей территории, но поблизости от территории Украины. Россия не может даже пытаться иметь какое-то влияние на Украине, но, с другой стороны, коллективный Запад не только имеет право, но даже обязан попытаться заниматься демократизацией России и иметь там свое влияние. Мне кажется, что у нас очень серьезное столкновение оппозиции и столкновение не надуманное, а вполне реальное. Меня пугает качество тех людей, которые дают советы американской администрации. Если даже такой бесспорный профессиональный человек, как Виктория Ноланд, на полном серьезе заявляет, что многие россияне хотели бы, чтобы у них было как на Украине, это свидетельство о том, что Ноланд слушает людей в Литве сидящих, но отнюдь не понимает настроение внутри России. Но мы сейчас напоминаем, ну, по большому счету, два летящих навстречу друг друга по одной колее поезда, потому что ясно, что мы не свернем, потому что это вопрос для России экзистенциальный. Это, если угодно, Карибский кризис наоборот. Вот, только в этот раз не на Кубе все происходит, а в нашем мягком подбрюши. Америка не может свернуть, потому что Байдена порвет Конгресс и Сенат, если будет хоть что-то похожее на уступку России. Так какой выход? Война? Ну, я думаю, что войны не хочет ни та, ни другая страна. И если речь идет о американских интересах на Украине, то они, в отличие от российских, не являются фундаментальными. И поэтому, если ты говоришь чисто на рациональном уровне, то у администрации Байдена большая свобода, если хотите проявить гибкость. Но, вы знаете, это одна проблема с демократией. Демократия позволяет дать голос широкому числу людей в стране. Она помогает, если хотите, делать власть более подотчетной избирателям. Но демократия имеет очень плохую сторону. Демократия, особенно в нашем обществе, построенном на интернете и мгновенном анализе, демократия очень плохо воспринимает долгосрочный анализ и стратегическое планирование. Есть потребность в немедленных результатах. И вот я только что, перед тем, как поговорить с вами, хотел посмотреть, как начиналась Первая мировая война. И прочел прекрасную книгу английского профессора российского происхождения. Один из его предков командовал императорской гвардией Доминика Ливена, профессора Окс-Крунского университета. И Ливен пишет о том, как накануне войны, в июле 2014 года, в числе прочего, и в Германии, и в России, и во Франции, очень такую роль возбудителя играло гражданское общество. Что вот значительная часть так называемого образованного класса была очень, если хотите, возбуждена и вдохновлена перспективой победы и абсолютно не готова к серьезному разговору о том, чего такая победа может стоить. И в случае Германии, например, их начальник генерального штаба, генерал фон Вольтке-младший, его более знаменитый дядя, был многие годы командующим немецким генеральным штабом, а это был его племянник и не такой знаменитый, видимо, не такой талантливый. Но, тем не менее, накануне войны он сказал кайзеру, что, вы знаете, я думаю об этой войне с трепетом, потому что, если мы ее проиграем, или если ее проиграет Россия, то может быть полная дестабилизация Европы и крушение великих империй. Было такое понимание этого даже на уровне высшего немецкого генералитета. Но было такое желание в немецком парламенте в Рейхстаге, в печати, показать, что Германия самое-самое, что на кайзера, гражданское общество, влияло наихудшим образом. Если вы посмотрите, что происходило в Российской Думе, то имел место тот же самый процесс. И люди, которые после первых поражений стали самыми злобными критиками монархии и очень скоро стали критиками войны, первоначально у них было искушение кричать «Ура! Ура! Ура! Ура!». Поэтому я беспокоюсь о том, что хотя рациональные люди сидят в больших штабах, в больших погонах, и не только российские, но, я думаю, высшие американские руководители обладают, по крайней мере, элементом здравого смысла, но я боюсь, что безответственные люди в парламенте, по крайней мере, в американском конгрессе, в средствах массовой информации, что у них вот уже сейчас возник такой боевой задор, что вести рациональную дискуссию, проводить взвешенную политику администрации Байдена в этом контексте очень трудно. Ну и, конечно, роль Украины, роль Прибалтики, роль Польши. Они все зависят от Соединенных Штатов. Они все очень хотят, чтобы Соединенные Штаты их поддерживали. Но одновременно у них свои интересы. И они подливают масло в огонь американских политических дискуссий, если хотите, давая дополнительные русофобские импульсы, так, как будто у нас русофобских импульсов в Америке и так не хватает. Так война? Ну, я хочу повторить, что я уверен, что если речь идет о серьезной войне, то ее ни одно руководство... Я даже думаю, что, наверное, и президент Зеленский, что у него хватает... Дмитрий, но вы же нам привели пример Первой мировой войны, когда тоже не хотели, но разогнали, как раз показывая схожесть ситуации. Но когда сейчас Байден отказывает России в праве на национальные интересы, ведет себя так, как будто Россия уже проиграла, ну, очевидно, что о чем беседовать во вторник? Владимир, я уверен, что именно понимание истории, которые все-таки есть на высоком уровне, и понимание невероятных ставок, связанных, конечно, с наличием ядерного оружия, что все это будет, если хотите, охладать даже самые разбужденные головы, если речь идет не о голосах в Конгрессе или в средствах массовой информации американской, а если речь идет о тех людях, которые принимают решения в администрации и которые ответственны на свои решения. Но я считаю, что у нас будут серьезные трудности. Я никак не надеялся и не могу представить, чтобы в Кремле надеялись, что новые красные линии Путина будут немедленно приняты. Это бы означало большую наибность, в которой я, президент России, никак не подозреваю. Мне кажется, что это начало диалога, мне кажется, что это начало процесса взаимного домления. Но нужно в то же время всерьез воспринимать позиции друг друга. Это не обязательно позиции окончательные, но они не риторические. Их действительно нужно воспринимать всерьез. А в Америке это понимают? Кто-то это понимает. Я хочу сказать одну вещь. Я не знал о том, что Путин займет такую жесткую позицию. Я не знал, что он конкретно скажет на коллегии МИДа. Но я все больше думал на одну простую тему. Что России будет очень трудно принять ситуацию, когда, говоря, что Украина не пойдет в НАТО, ее одновременно все больше вооружают, ее все больше поощряют, и используют ее и прибалтийские государства для продвижения военной структуры НАТО, все ближе уже не просто к российским границам, куда ближе, но прямо скажем уже к Москве и к Санкт-Петербургу. Я вам скажу одну простую вещь, которую вы знаете не куше меня. Как воюют американские вооруженные силы. Вот если был бы конфликт в Прибалтике, там говорят, как они разместят несколько бригад НАТО, сейчас даже говорят, может быть, 13 бригад, по крайней мере, есть такие предложения. И вот на этой основе говорят, что помогут эти дополнительные силы удержать Прибалтику в случае военного столкновения с Россией. Владимир, это полностью противоречит американской военной практике. Соединенные Штаты не проводят такие наземные войны, когда они выдавливаются огромными потерями своего противника. Соединенные Штаты наносят в таких ситуациях немедленные, превентивный авиационный и ракетный удар по противовоздушной обороне противника, наносят такой удар по штабам, по разведывательным центрам. А где находятся, где находятся в европейской России такие центры? Вы начинаете считать уже даже не сотни, а десятки километров от жизненно важных центров России. Ну что же, Россия тоже потерпит без соответствующих иногда превентивных мер, поэтому мне кажется, что очень важно, чтобы действительно у Путина и Байдена был серьезный разговор, чтобы этот разговор был без сисюканье, чтобы этот разговор был без шантажа, но чтобы была серьезная, если хотите, серьезная постановка вопроса о том, что каждая страна не потерпит. Ну и, если хотите, ясное понимание, что каждая страна готова будет сделать. Такие вещи нельзя говорить публично, потому что они только будут накалять обстановку и будут звучать, как пустые угрозы. А такие угрозы... Американцы уже говорят. Американцы уже говорят о том, что будут санкции из Ады и так далее. Но это крайне контрпродуктивно. Да, у вас же была уникальная возможность довольно давно уже говорить с тем самым Кенноном. И уже тогда формулировалась эта идея расширения НАТО на восток, которая, мы видим, воплощается десятилетиями и очень успешно. Я никогда не забуду этот разговор. Он был во второй половине 1994 года и устроили ужин в Госдепартаменте в честь Кеннона. Ну, прямо скажем, это вот был такой типичный циничный Вахингтон. В его честь устроили ужин. Но особенность, поскольку он все-таки был человек тогда уже непопулярный, человек бывший, особенность с ним никто не стремился общаться. И к нему подошла моя молодая жена, которая его уже к тому моменту хорошо знала, и как-то стала его развлекать и подвела пола Ницца, который всю жизнь в американской политике занимал позиции, противоположные Кеннону, и был гораздо жестче. И вот Кеннон говорит, Дмитрий, я всегда очень уважал вас и ваша служение по России, но вот вы сейчас говорите, что можно расширить НАТО, по крайней мере, на три высокоградские страны, то есть на Чехию, на Польшу и на Венгрию. Я бы сказал, что если это очень ограниченное вступление, это не затрагивает границы, России ничего страшного не будет. И Кеннон сказал, Дмитрий, вы не понимаете, это не окончательная договоренность, на которой все остановится. Вы садитесь на поезд. Если вы позволите этому поезду сейчас идти со станции, его остановить будет очень трудно. И Полницей сказал, ну вот мне говорит Строп Талбот, замгоссекретаря Эдру Клинтона, что они как раз будут знать, как остановиться, что они все хорошо обсуждают с Россией и никаких конфликтов не будет. И Кеннон сказал, ну, Строп Талбот, он в таком случае живет в мире иллюзий, потому что Россия сначала не поверит, что с ней такое проделано. Потом Россия начнет высказывать свое негодование. А наступит момент, когда русские ударят колоком по столу и скажут, мы это больше не позволим. И тогда на Западе будет дикий шок и возникнет столкновение, когда у Соединенных Штатов будет выбор либо идти на страшный конфликт, либо отступить с позором. Вот Кеннон, к сожалению, оказался абсолютно прав. И до сих пор во многом американскую внешнюю политику направляют люди, которые не понимают, с кем они имеют дело. Которые не понимают, что если ты загоняешь Россию в угол, то это никак не способствует гибкости российских позиций. И они тоже не понимают, что если у России нет экономических рычагов, равных рычагов западным, чтобы противостоять санкциям, то это только означает, что у России есть другие рычаги, и неизбежно эти рычаги будут политическими и военными. И вот то российско-китайское сближение, о котором, в общем-то, можно говорить, на примере объединён общей статьи послов России и Китая, новое сближение России с Белоруссией, я хочу вам сказать, что это большой провал американской дипломатии, когда Вашингтон толкает друг к другу своих соперников и создаёт против себя новую контр-коалицию. Надеюсь, что в Вашингтоне это поймут, пока это не будет слишком поздно. Субтитры создавал DimaTorzok